Приветствую вас. Отношения, ну, если я правильно воспоминал, любовные отношения строятся преимущественно на комфорте человека. То есть, никакой обязательной любви в отношениях нет и быть не может, потому что ну, давайте будем честны, что люди не всегда могут отдавать себе отчет в том, любят ли они не любят ли они часто они сомневаются в этом, в том, что любят ли или не любят и, соответственно, нельзя ставить любовь как единственное условие для выстраивания отношений. Это было бы неправильно. Подобная позиция была бы неверна. подобная позиция была бы чересчур, я бы сказал, утопической. Вот. Потому что а что делать с тем, тем людям, например, которые, допустим, ну, по той или иной причине не полюбили, например. Ну, вот не полюбили они, да, и что? И что им делать? В этот тогда вопрос. Да, что им делать? То есть момент здесь, он такой. Такой. Если есть комфорт, и если человеку все устраивает, если он получает от партнера то, что ему нужно, то, соответственно, проблем никаких нет. То есть человек просто принимает то, что есть, понимает, 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 что лучше у него в принципе может не быть, лучше у него может не быть партнера, и просто соглашается на то, что есть, что есть. Если это, конечно, серьезный человек, если это, конечно, серьезный, ну, серьезная личность, если это не соброз, так, если это не незрелый человек, который еще сам не знает, чего он хочет. все понимают, что любовь это она может прийти, а может и не прийти. Вот. Все понимают, что кому-то давно любить, а кому-то нет. но все же хотят быть в паре, все хотят быть счастливы. И если есть желание в этой паре делать счастливым кого-то, то это можно делать и, в принципе, без любви. если это не в напряг, если это не во вред человеку. Далее. Кто-то любит, кто-то позволяет любить. В парах такое бывает очень часто. Очень часто. Как часто бывает обоюдная любовь? Вот здесь, конечно, очень непонятный вопрос вы задаете. Как часто бывает обоюдная любовь? Не очень понятно, какого ответа вы хотели бы получить. То есть статистику, вряд ли кто-то видел статистику этого. потому что даже если человек скажет, что например, что допустим он любит, если человек скажет, что я вот люблю своего партнера, то не факт, что это так действительно и есть. потому что человек во-первых может не признаться сам себе, во-вторых может не признаться тому, кто его интервьюер интервьюер короче берет интервью слово тяжело выговаривает слово интервьюер вот значит и как бы анекдот статистики чистоты обоюдных отношений обоюдной любви не ведет это было бы ну наверное немного странно странно было бы ввести статистику подобного рода вопрос зачем вам это конечно я понимаю что наверное у вас есть некие проблемы в отношениях наверное у вас ну не получается выстраивать отношения с мужчинами допустим ну или если вы мужчины то с женщинами ну в общем с партнерами не получается выстраивать отношения у вас с партнерами и вы хотите узнать так а можно ли собственно говоря выстраивать эти отношения с партнерами ну без любви можно ли и ответ такой да можно никаких проблем с этим нет нет хотите хотите вам если вам это возможно если вас устраивает что например вы любите или или вас или вам позволяют любить то никаких проблем нет главное чтобы люди были счастливы главное чтобы людям было хорошо а что там в отношениях как выстраиваются отношения это знаете ли далеко не всем известно я вам больше скажу что и не нужно знать людям как выстраиваются отношения как другие выстраивают отношения людям этого знать не нужно потому что сами личные виды никто не обменял другой момент что может быть вы себе сомневаетесь другой момент что может быть вы не знаете правильно ли вы поступаете тогда у меня вопрос к вам будет такой кто сказал как правильно строить личные отношения кто сказал как правильно выстраивать личные отношения есть какая-то единая норма по вашему мнению нет единой нормы нет ее и не может быть потому что каждый строит по своему отношению с другими и в общем и целом это нормально но понимаете в чем проблема если вы в себе не уверены если вы в себе сомневаетесь то это не может не мешать вам выстраивать отношения с людьми поэтому я предлагаю подумать откуда у вас сомнения почему стал возможен этот вопрос который вы нам даете это вот ваши сомнения как раз и нуждаются в том чтобы над ними подумать чтобы над ними чтобы их сомнения ваши как следует разобрать и снять противоречия между скажем так ну допустим обстоятельствами между противоречивыми мотивами которые у вас противодействуют друг другу противоречия с ними я полагаю что больше вам не придется задавать таких вопросов потому что вам будет легко сделать свой выбор и сделав свой выбор вы позволите ему этому выбору быть правильным единственно правильным но только для себя только для себя и для тех людей которые рядом с вам вот это справедливо то что я вам вот сказал сказал на этом все надеюсь что вам помог вас если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделать его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи до 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 Продолжение следует...